Слава тебе Боже наш, слава тебе. Не подал Новый Завет? Память у тебя молодая. Так, мы озвучиваем Новый Завет. Евангелие от Иоанна начинаем сегодня. Это последняя книга, которая у нас не насчитана с толкованием. Вот, это у нас трехтомник. Вот, показать, как он у нас выглядит, трехтомник. Вот, полное толкование на весь Новый Завет с откровением. Даже не верится, что в одном комплекте это вышло. И тут же 240 иллюстраций. Что-то сдвинулось. Геста водорая. Так, номер первый. Евангелие от Иоанна. Предисловие. Сила Духа Святого, как написано 2 Коринфянам 12, 9. И как веруем, совершается в немощи. В немощи не тела только, но и разума, и красноречия. Это видно, как из многого другого, так особенно из того, что благодать показала на великом богослове и братьях Христовым. Отец у него был рыболов. Сам Иоанн занимался тем же ремеслом, промыслом, каким и отец. Он не только не получил греческого и иудейского образования, но и вовсе не был учен, как замечает у нем божественный Лука в Деяниях. 4.13. Да и отечество его самое бедное и незнатное, как местечко, в котором занимались рыбную ловлю, а не науками. Его произвела на свет Вифсаида. 5.13. Однако же смотри, какого духа получил этот неученый, незнатный, ни в каком отношении незамечательный. Он возгремел о том, чему не учил нас никто из прочих евангелистов. 6.13. Так как они благовествуют в воплощении Христовом, а о предвечном его бытии не сказали ничего довольно ясного и наглядного, то угрожала опасность, что люди, привязанные к земному и не могущие помыслить ни о чем высоком, подумают, что Христос тогда лишь начал свое бытие, когда родился от Марии, а не родился от Отца прежде веков. 7.13. В такое заблуждение, как известно, впал самосадский Павел. 8.13. Посему великий Иоанн возвещает о горнем рождении, не применув, впрочем, упомянуть и о воплощении слова. 9.13. Ибо говорит, и слово стало плотью. 1.14. Иные говорят, что православные и просили его написать о горнем рождении, так как в то время появились еретики, учившие, что Иисус был простой человек. Говорят также, что святой Иоанн, прочитав писание прочих евангелистов, поделился истинности их повествования обо всем и признал их здравомысленными и не сказавшими ничего в угоду апостолов. Впрочем, о чем они неясно сказали или совершенно умолчали, то он распространил, уяснил и прибавил в своем Евангелии, который и написал в то время, как находился в заточении на острове Патмосе, спустя 32 года по Вознесении Христовом. Иоанн был любим Господом более всех учеников за его простоту, кротость, добродушие и чистоту сердца, или девство. Вследствие такого дарования ему верено и богословие, наслаждение таинствами для многих незримыми. Ибо блажены сказано «чистое сердцем», ибо они Бога узрят. Матфея 5.8. Иоанн был и сродни Господа. А как? Слушай, Иосиф, обручник Пречистой Богородицы, имел от первой жены семерых детей, четырех мужеского пола и трех женского пола, Марфу, Исфиль и Саламию. Всей этой Саламии Иоанн был сын. Таким образом, оказывается, что Господь был ему дядя. Так как Иосиф отец Господу, а Саламия дочь этого Иосифа, то Саламия приходится сестрой Господу, а посему и сын ее Иоанн, племянником Господу. Быть может, не неуместно разобрать и имена матери Иоанна и самого Евангелиста. Мать, называемая Саламиейю, означает мирную, а Иоанн – благодать ее. Итак, пусть всякая душа знает, что мир с человеками и мир от страстей в душе становится матерью божественной благодати и порождает ее в нас. Ибо душе, возмущаемой и ведущей борьбу с прочими людьми и самой собою, неестественно удостоится божественной благодати. Нам представляется и еще одно дивное обстоятельство в этом Евангелисте Иоанне. Именно, он один только, а матерей оказывается у него три. И родная Саламия, гром, ибо за великий глаз, в Евангелии он сын громов, Марк 3,17. И Богородица, ибо сказано, все матерь твоя, Иоанна 19,27. Евангелие от Иоанна, глава 1, 1 стих. В начале было слово, толкование. Это ради немощи слушателей, дабы мы, с самого начала услышав о сыне, не помыслили о страстном и плотском рождении. Для того назвал его словом, чтобы ты знал, что как слово рождается от ума бесстрастно, так и он рождается от отца бесстрастно. Еще, назвал его словом, потому что он возвестил нам о свойствах отца, подобно как и всякое слово, объявляет настроение ума, а вместе и для того, чтобы показать, что он совечен отцу. Ибо как нельзя сказать, что ум бывает иногда без слова, так и отец, и Бог не был без сына. Иоанн употребил это словосочетание потому, что много есть и иных слов Божиих, например, пророчества, заповеди, как и сказано об ангелах, крепкие силою, исполняющие слово его, Псалом 102, 20. То есть повеление его, но, собственно, слово есть личное существо, и слово было у Бога, толкование. Здесь евангелист еще яснее показывает, что сын совечен отцу, дабы ты не подумал, что отец был некогда без сына. Он говорит, что слово было у Бога, то есть у Бога в недрах отеческих. Ибо предлог у ты должен понимать вместо с, как и в иной месте он употреблен. Не брать ли его и сестра его в нас суть, то есть с нами живут? Марка 6, 3. Так и здесь у Бога, понимай вместо, был с Богом, вместе с Богом, в его недрах. Ибо невозможно, чтобы Бог когда-либо был без слова, или премудрости, или силы. Посему мы веруем, что сын, так как он есть слово, премудрость и сила отца, 1 Коринфянам 1, 24, всегда был у Бога, то есть был современно и совместно с отцом. И как же скажешь, сын не после отца? Итак, научись от вещественного примера. Сияние солнечное не от самого ли солнца? Так точно. Уже ли оно и позднее солнца? Так что будто бы можно представить себе время, когда солнце было без сияния. Нельзя. Ибо как оно было бы и солнцем, если бы не имело сияния. Если же так мы мыслим о солнце, то тем более должны так мыслить об отце и сыне. Заметь также, что этим выражением опровергается и Савелий Ливиянин. Он учил, что отец, сын и дух суть одно лицо, и что это единое лицо в одно время являлось как отец, а в другое как сын, а в иное как дух. Так пустословил сын отца лжи, исполненный духа лукавого. Должно веровать, что сын сый, сияние отца, как говорит Павел, еврея 1.3, всегда блистает вместе с отцом, а не позднее его. И слово было Бог, толкование. Видишь ли, что и слово Бог. Итак, да устыдятся и Арий, и Савелий. Арий, называющий сына Божия созданием и тварью, да посрамится тем, что слово вначале было и было Богом. А Савелий, не принимающий троичности лиц, но единичность, да посрамится тем, что слово было у Бога. Значит, у отца и сына единое естество, как едино божество. Например, чтобы мысль изложить яснее, Петр и Павел суть иной и иной, ибо два лица. Но не иное и иное, ибо у них одно естество, человечество. Также должно учить об отце и сыне. Они, с одной стороны, иной и иной, ибо два лица. А с другой стороны, не иное и иное, ибо одно естество, божество. Иоанна 1, 2. Оно было вначале у Бога. Толкование. Сей Бог слово никогда не отделялся от отца и Бога. Иоанна 1, 3. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Толкование. Не считай, говорит, слово разливающимся в воздухе и исчезающим, но почитай Творцом всего умопредставляемого и чувственного. Ибо стоя в храме, он учил об отце своем, как и сам говорит, «Я открыл имя Твое человеком». Иоанна 17, 6. Кому эти действия приличны, отцу или сыну? Все сыну, ибо он в учении возвестил имя Отца. Сказав это, блаженный Давид присовокупляет и то. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, делая рук Твоих. Далее. Все через него начало быть. Толкование. Моисей, говоря о видимой твари, ничего не объяснил нам о тварях умопостигаемых. Поеликой Евангелист сказал, что слово сотворило все, то дабы кто не подумал, что и Духа Святого оно же сотворило. Как бы так он сказал, что не есть в сотворенной природе, все это получило бытие от слова. Посему хитрое умозаключение Порфирия Язычника распадается само собою. Он, пытаясь не испровергнуть Евангелие, употреблял такое разделение. Если Сын Божий есть Слово, то или произносимое, или внутреннее Слово, но Он не то, не другое, следовательно, Он не есть Слово. Но Дух не принадлежит к сотворенной природе. Почему Он не от Него и по бытие получил? Иоанн 1,4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Толкование. Евангелист называет Господа жизнью, как потому, что Он поддерживает жизнь всего, так и потому, что Он подает жизнь духовную всем разумным существам. И светом, не столько чувственным, сколько умным, просвещающим самую душу. Не сказал, что Он свет одних иудеев только, но всех человеков. Ибо все мы люди, так как получили ум и рассудок от создавшего нас Слово, называемся посему просвещаемыми от Него. Ибо разум, данный нам, по которому мы и называемся разумными, есть свет, руководящий нас в том, что должно и чего не должно делать. Иоанн 1,5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Толкование. Свет, то есть Слово Божие, светит во тьме, то есть в смерти и заблуждении. Ибо Он, и подчинившись смерти, так преодолел ее, что принудил ее избавлевать и тех, которых она прежде поглотила. И в языческом заблуждении сияет проповедь, и тьма его не объяла. Ни смерть не преодолела его, ни заблуждение. Ибо свет этот, то есть Слово Божие, непреоборим. Некоторые тьмою считали плоть и земную жизнь. Слово сияло и тогда, как стало воплоти, и было всей жизни. А тьма, то есть противоположная сила, искушала и преследовала свет, но нашла его неодолимым и непобедимым. Тьмой называется такова плоть, не потому, будто она такова по естеству. Да не будет, но по причине греха, ибо плоть, доколе управляется законом природы, не имеет решительно никакого зла. Но когда подвигнется за предел природы и служит греху, становится и называется тьмою. Иоанн 1.6 «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Толкование. Евангелист говорит о предтеще, что он был посланный Богом, то есть послан от Бога. Ибо лже-пророки не от Бога. Когда слышишь, что он послан был от Бога, то знай, что он ничего не говорил от себя или от людей, но все от Бога. Посему и называется он ангелом. Матфея 10.11 Малахия 3.1 А преимущество ангела – ничего не говорить от себя. Слыша об ангеле, не подумай, что Иоанн был по естеству ангел или сошел с небес. Он называется ангелом по делу и служению. Так как он послужил проповеди и предвозвестил Господа, то за сие и назван ангелом. Иоанн 1.7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Толкование. Неужели же все и уверовали через него? Сколько от него зависело, он свидетельствовал для того, чтобы всех привлечь. А если некоторые не уверовали, то он не заслуживает порицания. И солнце затем восходит, чтобы всех осветить. Но если кто, запершись в темной комнате, не пользуется лучом его, то уже ли в этом виновна солнце? Иоанн 1.8 Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Толкование. Светом мы можем назвать каждого из святых. Но светом в данном значении не можем назвать. Например, если кто тебе скажет, Иоанн, есть ли свет? Согласись. Если же спросит, так, уже ли Иоанн есть он и свет? Скажи нет. Ибо сам он не есть свет в собственном смысле, но свет по причастию, имеющий сияние от истинного света. Иоанн 1.9 Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Толкование. Сколько зависит от него самого, он просвещает всех. Ибо скажи, пожалуй, разве не все мы разумны? Разве не все по природе знаем добро и противное ему? Разве не имеем способности через размышления о тварях познавать Творца? Посему разум, данный нам и наставляющий нас природою, который называется законом естественным, может быть назван светом, данным нам от Бога. Если же некоторые худо воспользовались разумом, те сами омрачили себя. Этим он не спровергает и ересь Фатина и Павла Самосадского, утверждавших, что единородный тогда получил бытие, когда родился от Девы, а прежде всего не существовал. И ты, арианин, не признающий Сына Божия истинным Богом, слушай, что говорит евангелист, свет истинный. И ты, манихей, говорящий, что мы созданы злым Творцом, слушай, что свет истинный просвещает всякого человека. Если злой Творец есть тьма, то он не может никого просвещать. Иоанн 1.10 В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, но мир его не познал, толкование говорит. То есть худые люди, казанявшиеся мирскими делами, но все святые и пророки познали. Со всех сторон подоказывают, что он, Творец, отстраняя в одно время и безумие Манеса, говорившего, что все произвел злой Творец, и безумие Ария, называвшего Сына Божия Тварью. А вместе и всякого человека, приводя к исповеданию Творца, научая не служить тварям, но поклоняться Создателю. Иоанн 1.11 Пришел к своим, и свои его не приняли. Толкование. Здесь евангелист, очевидно, ведет речь о домостроительстве, спасении во плоти. И весь порядок мысли такой. Свет был истинный в мире, без плоти, и не был познан, потом пришел к своим с плоти. Под своими ему можешь разуметь или весь мир, или иудею, который он избрал, как долю наследия, как участок и собственность свою. Будучи, говорит, своими ему не все приняли его, ибо Господь не привлекает никого насильно, но предоставляет нас собственное усмотрение и произвол. Иоанн 1.12 А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Толкование. Тем, которые приняли его, рабы ли они, или свободные, отроки или старцы, варвары или греки, всем дал власть соделываться чадами Божиими. Для сохранения чистоты недостаточно креститься, но нужно много старания, чтобы сохранить неоскверненным образ сыноположения, начертанный в крещении. Возьму многие, хотя приняли благодать сыноположения через крещение, но по нерадению не прибыли до конца чадами Божиими. Иной, быть может, скажет и то, что многие принимают его через веру только, например, так называемые оглашенные, но не соделались еще чадами Божиими. Впрочем, если захотят окреститься, имеют власть удостоиться и этой благодати, то есть сыноположения. Иной скажет еще и то, что хотя мы через крещение получаем благодать усыновления, но совершенство получим в воскресении, тогда, надеемся, получить совершеннейшее усыновление, как и Павел говорит. Усыновление ожидаем. Римлянам 8.23. «Посему евангелист этот не сказал, что тех, которые приняли его, он сделал чадами Божиими, но дал им власть соделываться чадами Божиими, то есть получить эту благодать в будущем веке». Иоанна 1.13. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Толкование. «Делает некоторым образом сравнение божественного и плотского рождения, не без цели напоминая нам о плотских родах, но чтобы мы, через сравнение, познавшим неблагородство и низость плотского рождения, устремились к божественной благодати». «Говорит, которые не от крови родились, то есть месячных, ибо ими питается и растет дитя во чреве». Говорят также, что и семя прежде в кровь обращается, потом образуется в плоть и прочие устройства. Но так как некоторые могли сказать, что и рождение Исаака значит было такое же, каким рождаются верующие во Христа. «Так как Исаак родился не от кровей, ибо у Сары прекратились месячные отделения кровей». Бытие 18.11. «Так как некоторые так могли подумать, то Евангелист прибавляет не от хотения плоти, не от хотения мужа. Рождение Исаака было хотя не от кровей, но от хотения мужа, так как муж точно желал, чтобы от Сары родилось ему дитя». Бытие 21.8. «От хотения плоти. Например, Самуил от Анны. Итак, можешь сказать, что Исаак – от хотения мужа, а Самуил – от хотения плоти, то есть Анны, ибо эта неплодная сильно желала получить сына». 1 Царство 1.6. «Закон во всем имел тень будущего» – Евреям 10.1. «И не сообщал израильтянам сыноположения вполне, но как бы в образе и в мысленном представлении. А мы через крещение, самым делом, получив Духа Божия, взываем «Авва Отче»» – Галатам 4.6. У них, как крещение было образом и тенью, так и сыноположение их прообразовало наше усыновление. Хотя и они назывались сынами, но в тени, и самой истинной сыноположения не имели, как мы теперь имеем через крещение. 1 Иоанн 1.14. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Толкование. «Сказав, что мы, верующие во Христа, если желаем, соделываемся чадами Божьими». Евангелист присовокупляет и причину столь великого блага. «Слово стало плотью» называет также Писание «целого человека плотью», когда, например, говорит «и узрит всякая плоть спасения Божия» Исайя 45. «Ибо если воплотившееся Слово не приняло души человеческой, то души наши еще не исцелены, ибо чего оно не приняло, того и не осветило». «И как смешно, тогда, как первая заболела душа, ибо она в раю сдалась на слова змея и обманулась, а потом уже вслед за душою, как госпожою и владычицею, коснулась и рука, воспринята, освящена и увращевана плоть служанка, а госпожа оставлена без воспринятия и без увращевания». «Словами же обитало с нами, научаемся веровать, что в одном Христе два естества, ибо хотя он и един по ипостаси или по лицу, но по естествам двояк, Бог и человек, а божеское естество и человеческое не могут быть одним, хотя и созерцается в одном Христе». «Слово полной благодати, потому что и учение его было, так сказать, облагодатство воно, как и Давид говорит, благодать излилась из уст твоих» в Солом 44, 3. «И евангелист замечает, что все дивились словам благодати, исходящим из уст его» – Лука 4, 22, «и потому что он подавал исцеление всем нуждающимся вон их». «Но Аполлинарий Лаодикянин составил отсюда ересь. Он учил, что Господь и Бог наш воспринял не целое естество человеческое, то есть тело с душой словесное, но одну только плоть бессловесной и разумной души. «Какая де была нужда в душе Богу, когда у Него телом управляло божество, подобно как у нас телом нашим управляет душа? И основание всему дал видеть в настоящем изречении». «И слово было плотью». «Не сказал, говорит евангелист, что слово стало человеком, но плотью. Значит, оно восприняло не душу разумную и словесную, но плоть неразумную и бессловесную. Верно, не знал он несчастный, что Писание часто называют частью целое». Иоанн 1, 15. Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня». Толкование. Иоанн свидетельствовал о Христе прежде, чем увидал Его. Так благоволил Бог, конечно, для того, чтобы Он, свидетельствуя о Христе с очень хорошей стороны, не показался лицеприятным в отношении к Нему. «Стал впереди Меня». А мы, по-православному, понимаем так. Идущий за Мною, по рождению от Девы во плоти, стал впереди Меня. «Стал славнее Меня» и почтение по чудесам, которые совершались над Ним, и по Рождеству, по воспитанию, по мудрости. А Ариане безумно объясняли сие изречение, желая доказать, что Сын Божий не рожден от Отца, но и произошел, как одно из творений, говорят. «Вот Иоанн свидетельствует об Нем. Стал впереди Меня», то есть произошел прежде Меня, и сотворен Богом, как одно из творений. Но из нижеследующего они обличаются в худом понимании сего изречения. Иоанн 1,16 «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Толкование. И это слово претечь, говорящего о Христе, что все мы, пророки, приняли от полноты Его. И мы приняли благодать, разумеется, нового завета, вместо благодати законоположения. «Так как тот завет устарел и одрыхлел, то вместо его мы приняли новый». Почему же, скажут, назвал Ветхий Завет благодатью? Потому что иудеи и усыновлены, и приняты по благодати. Ибо сказано, «Я избрал вас не за множество ваше, а за отцов ваших». И Ветхозавет мы приняты по благодати. И мы, очевидно, спасены по благодати». Иоанн 1, 17. «Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Толкование. Объясняют нам, каким образом мы приняли величайшую благодать вместо благодати малой. Говорит, что закон дан через Моисея. То есть Бог употребил посредником человека, именно Моисея. А Новый Завет дан через Иисуса Христа. Он называется и благодатью. Потому что Бог даровал нам не только прощение грехов, но и сыновство. Называется и истинною. Потому что Он ясно проповедовал то, что ветхозаветные видели или говорили образно. Сей Новый Завет, называемый и благодатью, и истинною, имел посредником непростого человека, но Сына Божия. Примите то, что о ветхом законе сказал дан через Моисея, ибо Он был подчиненный и слуга. А Оно вам не сказал дан, но произошел, чтобы показать, что Он произошел от Господа нашего Иисуса Христа, как от владыки, а не от раба, и в конец достиг благодати и истины. Произошли знак самостоятельности. Дан-рабство. Иоанна 1.18 Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре ощем. Он явил толкование. Моисей, как и никто другой, ни Бога не видел, ни нам не мог сообщить о Нем ясного и наглядного понятия. Но, будучи рабом, послужил только к написанию закона. А Христос, будучи Сыном Единородным и находящимся в недре Отца, не только видит Его, но и всем людям ясно говорит о Нем. Как же пророк говорит, видел я Господа? Исайя 6.1 Пророк видел, но не самую сущность, а некоторые подобия и некоторое умственное представление, насколько мог видеть. Притом же иной видел в том образе, а другой в другом. А отсюда явно, что они видели не самую истину, ибо ее по существу, простую и безобразную, безобразную, не созрецали бы в разных видах. И ангелы не видят сущности Бога, хотя и говорится о них, что они видят лицо Бога. Матфей 18.10 Сим указывается на то только, что они всегда представляют в уме своем Бога. Итак, один только Сын видит Отца и являет Его всем людям. Слыша о недре Отца, не представляя ничего телесного в Боге. Евангелист употребил такое название с целью показать средства нераздельность и совещность Сына с Отцом. Все. Я вижу, помещаю. Продолжение следует...